Министерство внутренних дел России опубликовало на портале проектов нормативных актов проекты президентского указа об утверждении новой стратегии противодействия экстремизму в стране и текст самой стратегии. В пояснительной записке ведомство пишет, что документ должен прийти на смену действующей стратегии, которая рассчитана до 2025 года, и отвечать вызовом времени, какими их видят российские власти в лице в том числе Совета безопасности и администрации президента. Вызовы эти во многом связаны со все более широкой трактовкой понятий, которые государство относит к экстремистской деятельности, и возможностью их репрессивного применения к гражданам, которые не согласны с курсом правящего режима. Медуза рассказывает о некоторых наиболее одиозных тезисах новой стратегии, реализация которых может привести к политически мотивированному преследованию еще большего числа россиян. Из этого разбора вы узнаете, что МВД понимает под русофобией и ксенофобией, как власти собираются бороться с экстремизмом с помощью искусственного интеллекта, и станет ли больше в России иноагентов нежелательных организаций. Вы настроились на Радио Медуза. Это аудиоверсии наших материалов. Мы есть на всех основных подкаст-платформах, в том числе на Ютьюбе. Оставьте комментарии там, где это возможно, так вы поможете усилить сигнал Радио Медуза и донести независимую информацию до большей аудитории. Разбор новой стратегии противодействия экстремизму вышел на Медузе под заголовком «Что такое русофобия? Зачем нужен банк данных уехавших россиян? И почему власти нужно как можно больше иноагентов, и нежелательных?» Прочитать текст можно по ссылке в описании. МВД расширила словарь экстремизма. Теперь мы знаем, что такое русофобия и ксенофобия. А еще имеем новые трактовки радикализма и проявлений экстремизма. В первой части проекта «Новой стратегии» МВД предложила свои варианты определения понятий ксенофобия и русофобия, расширив таким образом словарь терминов, которые определяют явления, с которыми борются российские власти в рамках своей политики противостояния экстремизму. Дискуссии об уголовном наказании за русофобию активно ведутся все последние годы. В конце 2023-го СМИ сообщали, что правительство поддержало идею соответствующих поправок к Уголовному кодексу, но до принятия закона дело пока не дошло. По мнению МВД термин следует трактовать так. Ксенофобия — это проявление ненависти, неприязни или нетерпимости в отношении определенных социальных групп и общности людей, а также к их отдельным представителям. Русофобия — это неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, русскому языку и культуре, которое выражается в том числе в агрессивных настроениях и действиях со стороны отдельных представителей и политических сил, а также дискриминационные действия со стороны властей недружественных России государств. Благодаря неприязненному отношению, русофобия в стратегии выглядит как частный случай ксенофобии, но его расширили за счет дискриминационных действий со стороны властей недружественных России государств. Это вполне конкретные страны, которые вводили санкции в отношении России. Из такого определения можно сделать вывод, что дискриминация россиян со стороны властей остальных государств, по мнению МВД, не считается русофобией. Также в первой части новой стратегии МВД убрало из определения радикализма одно слово. Теперь это не бескомпромиссная, а любая приверженность идеологии насилия, характеризующаяся стремлением к решительному и кардинальному изменению основ конституционного строя РФ, нарушению единства и территориальной целостности РФ. Это была цитата из документа. И, наконец, понятие проявлений экстремизма, они же экстремистские проявления. Авторы документа расширили за счет языковой ненависти, вражды в отношении представителей органов публичной власти, а не только социальных групп, как сейчас, нарушения суверенитета, а также умышленного искажения истории и реабилитации нацизма. Власти хотят создать банк данных уехавших россиян, склонных к экстремизму. Будет ли это база публичной, неизвестно. В качестве одной из мер противодействия экстремизму стратегия предусматривает, цитата, «создание банка данных на лиц, выехавших за пределы Российской Федерации для участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств». Из текста документа непонятно, будет ли это публичная база данных, каким образом разработчики стратегии намерены собирать сведения о таких лицах и кто именно будет заниматься введением нового реестра. Также в стратегии не уточняется, что имеется в виду под иностранными центрами недружественных государств. В документе только в одном месте упоминаются иностранные центры. Это зарубежные теологические центры, где проходили обучение некие люди, проповедующие исключительность радикальных религиозных течений. Судя по контексту этого и следующего абзаца, речь идет об исламе. Но многие такие центры расположены за пределами территорий западных государств, которые Россия считает недружественными. Появление проекта стратегии от МВД по времени совпало с новостями об утечках баз данных россиян, уехавших с страны после начала полномасштабной войны в Украине. Как отмечало издание агентства, в одном из популярных агрегаторов слитых баз обнаружились списки покинувших РФ людей с уточнением причинных отъезда вроде объявления частичной мобилизации или мятежа Чевака Вагнера. Также в сервисе доступна некая база оппозиционеров. Власти хотят бороться с экстремизмом с помощью искусственного интеллекта. В репрессивных целях искусственный интеллект, впрочем, уже и так используется. Стратегия также предлагает использовать последние достижения науки для выявления экстремистов. Вот еще одна цитата. «Проведение научных исследований, направленных на разработку и внедрение технологий искусственного интеллекта в деятельность по мониторингу, в том числе путем потокового анализа, деанонимизации участников экстремистской деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть интернет». Сложно сказать наверняка, подразумевается ли в этой формулировке какие-то конкретные решения. Деанонимизацией пользователей интернета и применением технологий искусственного интеллекта для мониторинга видеопотоков с камер наблюдения уже занималось федеральное государственное унитарное предприятие «Главный научно-исследовательский вычислительный центр». Он относится к управлению делами президента России. Эффективность работы власти будут оценивать по количеству нежелательных организаций и иноагентов. Не совсем ясно, больше их должно стать или меньше, но есть догадка. В пунктах 46-49 стратегии авторы ставят перед собой своеобразные KPI, но без конкретных чисел. К примеру, зарегистрированных преступлений экстремистской направленности должно стать меньше, как и людей, которые их совершают. Однозначно написано, что профилактических мероприятий, социальных проектов и контента, который бы помогал бороться с экстремизмом, должно стать больше. Уменьшить при этом планирует количество ксенофобии, экстремистских угроз, источников их финансирования, а также уровень протестной активности населения. Кажется, что при такой старательной работе меньше должно стать и неугодных властям людей и организаций. Но эти задачи сформулированы нечетко. В целевые показатели входят такие пункты. Количество иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. И количество иностранных агентов, включенных в реестр иностранных агентов. В какую сторону должно измениться это количество, не указано. Но есть подсказка. Чуть ниже. Авторы хвастаются достижениями за последние 10 лет. И одно из них звучит так, цитата. В судебном порядке запрещена деятельность более 70 экстремистских организаций. Функционирование свыше 170 иностранных структур признано нежелательным. Больше 3000 материалов радикального характера признаны экстремистскими. Вероятно, что количество нежелательных структур и иноагентов должно расти и дальше. И тогда МВД сможет отчитываться о достижении целевых показателей. Есть и другие интересные KPI. Как они будут оцениваться, тоже не уточняется. Например, увеличение скорости реагирования компетентных органов на появление экстремистских материалов в СМИ-интернете. Повышение уровня защищенности информационного пространства от реваншистски направленной деятельности недружественных государств и общественных групп. Или такой пункт сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие национальной самобытности и традиций взаимодействия народов России. Авторы стратегии предсказуемо много внимания уделили, как они это называют, украинскому национализму и неонацизму. Самыми серьезными угрозами экстремистского характера авторы стратегии называют «распространение идей неонацизма» и «укрепление радикальных националистических вооруженных формирований, в том числе на Украине, поддерживаемых внешними силами». Это была цитата. В документе сказано, что недружественные России и государства используют украинский кризис для развязывания гибридных войн против страны, а также поощряют диверсии и теракты на территории России. Вывод автор делает такой. Необходимо ликвидировать источник угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины, и предотвратить проникновение различных экстремистов и неонацистов на российскую территорию. Одним из основных направлений государственной политики в сфере противодействия экстремизму теперь будет противодействие распространению экстремизма, неонацизма и украинского национализма. Как обращает внимание издание агентства, в действующей стратегии слова «неонацизм» и «украинский национализм» не упоминаются. Разумеется, нет там и риторики о гибридных войнах, которую мы описали только что. Еще авторы планируют с помощью информационных материалов бороться с пропагандой идей фашизма и неонацизма, особое внимание уделив деятельности украинских радикальных структур. Другая идея МВД, которая косвенно связана с войной в Украине, привлекать подростков к благоустройству воинских захоронений и памятников. Причем, наравне с ветеранами Великой Отечественной и воинами-афганцами, перечислены погибшие участники войны в Сирийской Арабской Республике и специальной военной операции. Вы слушали аудиоверсию разбора «Проект новой российской стратегии противодействия экстремизму». Прочитать текст можно по ссылке в описании. Спасибо, что слушаете «Радио Медуза». Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также на YouTube и в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN. Все ссылки есть в описании к этому эпизоду. Оставайтесь с нами.